Я говорю, пересядь, я нервничаю, беременна. Я говорю, ты не будешь здесь сидеть. Мы с семьёй сидим. Куда? Я говорю, стань, мы туда. Дальше нету мест. Я говорю, вот, сейчас она встала, вместо неё сядешь. Иди сюда. Иди сюда. Зайка, садись сюда. Я тебя выгоняю. Что-то парила, что ли? Что-то парила, но мы... Ты слышишь, ты? Заткнись тоже. Заткнись ты, брожа твоя. Быдло ты, быдло баба и мать быдло. Будущее. Я тебе говорю, я не готова. Ты свой тоже фильтруй, своей жены фильтруй. Понятно? Слышишь ты? Я ещё раз говорю. Ты высочек удержали. Я буду... Что? Ты сейчас мне говоришь, просимечку? Леписка, пожалуйста, это было бы мне. Ты мне лично говорила в беседе, что он всех изменял, что он тебе изменял. Ты мне лично про это говорила. Я ловила, со мной в эти детские игры. Я играть не ловила. Со мной в детские игры играть не надо, ты можешь с коллективом играть. Ты мне жаловалась и рыдала, что он тебе изменял. Конечно, я вчера и плакала. И когда вы расходились, я говорила из своих слов. Он тебе изменял. Он переписка. Пришла баба, с которой он изменял. Но ты теперь говоришь, что он не такой, он святой. Никого не слушаю. Своей личной жизнью займитесь. Я своим мужем разобралась. Всё. Вы участники телепроекта Дом-2. Я ещё раз говорю. Участники вас будут обсуждать в том контексте, в котором... Вы не будете, потому что тема будет... Нет, мы закрыты. Я говорю, я своим мужем решила. Кто её закрыл? Я прошла? Нет, кто закрыл? Можешь, кто закрыл? Ой, давай так, мы где-нибудь минуту с кем поругаемся, а потом будем сказать, мы закрыли и будем обсуждать. Я живу настоящим. Мне это не интересно, мне всё равно. Нам интересно, мне интересно. Почему беременная женщина защищает мужика, который изменяет? А тебе приятно, что он приводил бабу на твою кровать, в которой ты спала? А ты свечку держал там? Ты был дома тогда у меня в гостях? Ну вы что? Вот видишь, ты же мою П. Нет, конечно, она рассказывается в своей колокольнике. А ты же меня не выслушал, в мою П-позицию, правильно? И ты пытаешься вещать все здесь, понимаешь? Потому что она тебя не сам. Я же с мужем с вами разговаривала, поговорила, мы всё выяснили. Мне муж вразумил, всё сказал, я всё уяснила. Привет, Юлечка. Как дела? Подожди, пожалуйста, как ты? Жё, скажи сейчас речку. Какой-нибудь? Я скажу. Оля, Дима, ну весь день вы ругаетесь, я смотрю. Я не ругаюсь с мужем своим. Ты не ругаешься? Я смирилась. Я это всё, что было до меня, я это оставила в прошлом. Я не хочу об этом говорить. Мне всё равно. Маша, Глаша, Яна, Лена. Что там было? Ольга, ну даже сейчас видно, что ты говоришь на истерике. Ну что там было? Почему я должна переживать? Почему я должна отдуваться? Почему я должна это вспоминать? Если я это забыла, только пришла в себя, от чего мы расстались от этих переписок, и сейчас я должна говорить о прошлом. У меня настоящее. Я живу ради малышки. Муж пришёл, семья воссоединилась. На данный момент он мне косячил, мне ничего обидно, плохого не сделал. Ты сейчас себя уговариваешь. Да я бы сильная просто. Не, ты ставите на мою жену. Я разговаривала, где давление? Потому что я только пришла в себя, забыла все эти переписки, ему ни слова не скажу, говорю, это всё в прошлом. Я забываю, отпускаю. И тут приходит барышня. Ты забыла, подожди, Олечка, ты забыла переписки с Машей. И, но ты не знала, что есть переписки с Яной. Называйте меня, как хотите. Я считаю, что я мудро поступила. Я пошла домой, села, поговорила с своим мужем. Мне главное было услышать и всё как бы разъяснить со своим мужем. Ну, тогда скажи, называй вещи своими именами. Ребят, я как грамотная, мудрая жена прощаю своему мужу измены. Да я откуда знаю, была там измена. В прошлом, когда мы расстались, ты хочешь так сказать? Да, когда мы были женаты, Дим. Мы были женаты, но мы расстались. Не, секунду, мы на тот момент расстались с Олей. Так и признай, что ты изменил тогда. И изменял. С кем изменял? Ну, сейчас ты в этом признался. Нет, с кем изменял? Да нет. Да, Дим. Когда я изменял, так мы были не вместе. Это не считается измена. Нет, тебе что, на тот момент мы расстались, я общался. Поэтому это не считается измена, потому что ты... Переписка измена? Моральная измена? Не переписка, Дим. Нет, ты меня не пытаешься, к чему подвести? Физическая измена с Яной. Физическая? Я хочу, чтобы ты признался, я хочу, чтобы ты сказал правду. Какую? Успокойся. Нет, я ещё раз говорю. У тебя есть вообще что-то сказать? Нет, 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 у меня нечего. Нет, ещё раз говорю. Не надо мне тут это, к словам. Ты, Яне, ничего не хочешь сказать? А мне плевать на Яну, я тебе ещё раз в большой колокольне. Чтобы она больше не нервничала. А как тебя защищат, если ты принимаешь его измены? Что ему защищать? Яна, приходи в нашу семью. Что, прости? Конечно, я не прийду. Не приходи в нашу семью. Ай-яй-яй-яй. Нет. Это ты ставишь диму в диме, чтобы мог сказать, слышишь, что ты вообще припёрла здесь и начинаешь... Саша, Саша, не надо советчиков, подождите, не надо советчиков. Не надо. Не надо говорить Диме, что ему говорить. Вот ты начинаешь, скажи это, скажи то. Вот правду. Я не хочу об этом говорить. На данный момент, на данный момент... Месяц не прошёл. Месяц не прошёл. А? Когда вы с Солей временно были в ссоре, месяца не прошло, как ты начал водить к себе новых девушек. Мы расстались, я ещё раз говорю. На тот момент мы расстались. Подожди, подожди. Так и скажи об этом, Оля. Оля, мы расстались, поэтому у вас с Яной не считается. Скажи, мы расстались, поэтому то, что было волшебство... Согласись с тобой и говори то, что ты не говоришь, Оля. Ну ты уже сто раз согласился, ребята, вы слышали, что... Ты уже сто раз согласился с тем, что была измена, что было волшебство. Да вы что? Да вы что? Мне неприятно, ребята, услышите меня, слышать какие органы. Я не хочу, секунду. Какой достоинство у него. Я не хочу, чтобы меня вообще... Какой спасительный? Да я не хочу, секунду. Я не хочу, чтобы меня как-то с Яной здесь вообще мусолили. У меня есть моя жена, услышите меня, коллектив. Мне просто интересно, у тебя беременная жена, и ты входишь в интимные отношения с другой женщиной. А если бы Яна забеременела? А давайте как-то вот... Когда твой муж сидит и говорит о том, что я не собираюсь возвращаться к ней, и я буду разводиться с ней, ну как бы... Не я разводился, я не хотел разводиться, жена хотела сама разводиться. Что? Вспомни, что-что. Вспомни. В кальянной мы сидели с тобой. Я приведу... Тихо, тихо. Я попрошу прийти Машу, Кахно. Да попроси, попроси, хоть папу Римского сюда давай заведем. Какие были разговоры про то, как ты отзывался о своей жене. А как ты отзывалась? Ты же мне что говорила? Что? Пойдем вместе. Я говорю, нет, я не пойду. Что ты? Боже, я сяду на любой детектор. А садись, садись, ты можешь на костерках, Жанна Д'Арк, сейчас встать там и сжечься. И мы с тобой проверим, кто что говорил, когда он мне записывал эти голосовые сообщения, что я никогда в жизни больше не вернусь к своей жене. Я тебе сейчас говорю, мне по барабану. Я не пойду на проект. Да, на эмоциях я говорил, да, говорил, да, говорил, еще раз, и что? И если я пойду на проект, то пойду только с тобой. Яна, ты можешь что-то такое нам рассказать, чтобы мы поняли, что ты говоришь правду? Потому что сейчас пока твое слово против слова Дзима. Я тебе не верю, Ян, вот честно. Давай еще аргументы, давай мне. Какие аргументы? Ну, какие аргументы? Тебе видней. Ты же пришла с таким заявлением, проходной билет, чтобы так еще зашла. Родинка может у меня какая-то есть. Есть у него родимое пятно? Детали тела. Ну, я так особо не запомнила. Помню только, что, ну, как бы худощавое телостроение. И, ну, волосатое вот это вот место. Я не знаю, например, какое тело из Дзима. Ну, что, на крещении, на сейшелах, не надо здесь. Худощавое, это можно про любого сказать. Один толстый, не худой. Один тонкий, не надо мне. Волшебство тебе понравилось, Дима? А вчера я это обсуждала, Яра. Не запомнила? Поэтому, ну, как бы, я не могу сказать, ну, честно. Вы были не очень трезвы в этот момент? Ну, я вообще не употребляю алкоголь. А как ты не запомнила волшебство тогда? Ну, бывает, что. Вообще никак. Мне реально смешно. Что, не впечатлило? Подожди. Ну, да. Скажи что-нибудь, Яна. Не впечатлило? Ну, я же говорю, нет. Нет, ну, ты же можешь просто говорить, не впечатлило. Ну, что? Я хочу послушать мнение ребят. Юль. Для меня вообще эта ситуация непонятна, потому что, когда ребята ссорились, я была одной из первых, кто созвонился и списался с Олей. Я ее поддерживала, когда Оля говорила, что были переписки. И она уверена, что Дима ей изменял. Я ей не верю, потому что, ну, это такая, знаешь, не самая лучшая информация, которая себя совершенно не красит. Она пришла не к Диме. Она пришла не отбивать, не уводить мужа из семьи. Она пришла и сказала, как и что было. Саль, ну, может быть, ты дашь совет? Потому что, ну, это жизнь. Мы все совершаем ошибки, к сожалению. Слушай, оправдание Димы, это все, Дим, по-братски, реально нелепо. Вот проще всего было бы, на самом деле, уже вот, ну, сказать, обрубить и сказать, слушайте, да, мы были не вместе, девушка пришла, все это было. Но здесь вопрос, на самом деле, в другом. В чем? Оля сама знает, честно, она верит. Она верит Яне, она верит в то, что было. Она просто очень сильно устала, она беременна, она не хочет нервничать, она просто вот хочет закрыть на это, на все глаза и к этому никак не возвращаться. И здесь еще по поводу Димы. Я почему-то уверен, что когда он ездил сейчас куда-то, в Владивосток, да, ведь он ходил по кафе тоже не просто так. Не пугай. Олечка, честно, ребят, правда, у меня, вот, ваши отношения, да, и то, что у вас происходит, учитывая весь спектр, там, и родителей, и мам, и все остальное, честно, вот, я, правда, я, как вы знаете, гляжу в прошлое. Вот дежавю, вот было, вот все одно, один в один, все то же самое. Все тайное становится явным. Все тайное в любом случае станет явным. Дима ездил во Владивосток по-любому, помимо Короки, куда-то еще ходил, потому что и Дима устал, капец, как от всего. И он просто пошел, когда к Яне, он пошел туда, где проще, где легче, где ему не будут выносить мозг. Ну, подожди, вот ты тоже, что ты говоришь, он ходил. И он, ему будет просто легко и хорошо. Я вам говорю... Не надо комментировать, Дима, я хочу послушать. Я вам это говорю, вот, на самом деле, с точки зрения... Как профессионал. Ну, собственного опыта, потому что у меня были огромные проблемы. Это не уважать себя и свое достоинство получать. Спасибо большое, Сашуль, надеюсь, что что-то долетело до сознания Димы. Люди, которые изменяют свою жизнь. Вот у нас есть мужчина на нашем телепроекте, которому хватило смелости признать свою ошибку, более того, все исправить. И сейчас отношения вы видите на каком уровне доверия и понимания. Сереж, тебя в пример сейчас ставлю. Я не открещивался, потому что у меня по камерам спали. Слушай, ну, все равно разная могла быть реакция, Серега, согласись. Согласен, да. Потому что признаться... Конечно, что меня подставили и все остальное. Ну, вот честно, вот, Дим, ты говоришь постоянно... Дима, Дим, Дима, ты говоришь постоянно про какую-то свечку. Ты считаешь, что действительно есть в этом мире какой-то глупец, который вызовет такси, поедет купить свечку. Он ее даже зажечь не успеет, потому что волшебство у вас длилось 2 минуты 33 секунды. А ты что, да? Как раз-таки Яну это и не устроило. Ты хотел второй раз заехать, так сказать, своим поездом к ней в депо, а она отказывалась. Ты ей написывал, это было. И сегодня мы были в вип-доме. Дима по понятиям сел там на карты. Ему всем кидаем, он только узгать, начнет и общаться. Я думаю, где он этого всего набрался-то? Там у себя, во Владивостоке, что ли, или что? Ну да, приезжай. Что-то там стелит такой крутой, вот эти руки вот эти его расслабленные. Думаю, что происходит? А по поводу твоего вранья, Димас, я на 100% уверен, с Саньком отчасти согласен, что когда ты летал во Владивосток, ты просто отдыхал душой и 100% телом. Я не понимаю, почему Оля тебя оправдывает, потому что это будет повторяться из раза в раз. Оля, раскрой глаза просто на своего мужчину и пойми, что ты, в принципе, держишь рядом с собой. По-женски можно Олечку все-таки понять, потому что она находится на последнем месте беременности. Главная сейчас ее задача – это сохранить семью. Она нарисовала для себя вот эту идеальную картинку. Но, к сожалению, практика показывает, что вот эта вот идеальная картинка, которую мы для себя же придумываем и создаем, в какой-то момент может разрушиться, как карточный домик. И я бы посоветовала. Это мое исключительно мнение, Олечка. Это мой совет, это я так считаю. Ты можешь с вами соглашаться. Но я бы, например, предпочла знать правду.